Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку в последние 10 дней апреля для проведения досрочных парламентских выборов. 18 марта он назвал и дату их проведения – 20 июня. Но говоря о намерении уйти из должности, Никол Пашинян предостерег своих политических оппонентов от каких-либо непродуманных шагов, потому что может просто вернуть все обратно. И это станет, по словам Пашиняна, политическим самоуправлением его не другов. Как заявил блогер Эль Мюрид, Пашинян действительно уходит в отставку без фактора его переговоров с Москвой. Это их внутриармянские договоренности с оппозицией. Пашинян идет на выборы, и у него, и у его партии очень хорошие шансы победить. Его противником будет, скорее всего, Качарян. У него тоже есть шансы, но все-таки пока поменьше, поскольку у карабахского плана, у прежней номенклатуры, огромный антирейтинг в армянском обществе. Гораздо больше, чем антирейтинг Пашиняна. Поражение в Карабахе, в том числе, результат политики, которую проводила прежняя власть, ушедшая в 2018 году. Поэтому Пашинян никуда не уходит, а отставка – результат договоренностей с оппозицией. До выборов, которые, если я не ошибаюсь, придут в Армении в июне этого года, сказал он. По его словам, Пашинян приезжал к Путину решать вполне конкретные вопросы. Азербайджанская сторона не отдаёт пленных. Есть разночтение относительно мирного договора и перемирия с Азербайджаном. А так как Путин является как бы гарантом этого договора, то Пашинян приезжал урегулировать те вопросы, которые на сегодняшний день возникли. Так что это чисто рабочая поездка, которая, впрочем, не исключает обсуждения каких-то дополнительных вопросов один на один. Скажем, в отношении Качаряна перед самой поездкой Пашиняна было прекращено уголовное дело. Видимо, это тоже входило в пакет договорённостей, отметил эксперт. 7 апреля Владимир Путин и Никол Пашинян провели встречу в Кремле. Путин тогда пообещал помочь с поставками «Спутник Ви». А Пашинян предложил российскому лидеру идею строительства новой атомной электростанции в Армении. Переговоры лидеров двух стран начались тогда, когда в Армении фактически стартовала предвыборная кампания Пашиняна. В июне в стране пройдут досрочные выборы в парламент, решение о которых принято в результате переговора властей с оппозицией. Также Пашинян заявил о планах создать новый опорный пункт российской базы. По основанию в Сюникской области опорного пункта 102-й российской базы, заявил глава правительства. Он при этом напомнил, что в этом регионе Армении в настоящее время охраной государственной границы занимаются именно российские военные. Сюникская область находится на востоке Армении, она граничит в том числе с районом Нагорного Карабаха, которые были заняты азербайджанской армией во время конфликта в конце прошлого года. Продолжение следует...